Ни страны, ни погоста, не хочу выбирать. На Васильевский остров я приду умирать. Совершенно неожиданно Васильевский остров появляется в стихах Бродского, хотя он жил в самом центре Петербурга на улице Пестеля. Почему же сюда, на Васильевский остров? Это особый мир, мир, огороженный и территорией, потому что это действительно остров. Это и мир совсем другой по духу. Он далек, в общем-то, от туристических маршрутов. В центре Васильевского острова маленькие, тихие, аутентичные улочки, по которым можно прогуливаться, думая о художниках. Потому что здесь совсем рядом Академия художек. И ощущение, что вот этот художественный мир и преобразует Васильевский остров. Здесь можно жить всю жизнь, в общем-то, и не выходя, как мир внутри большого города. И здесь же живут хранители Васильевского острова, которые охраняют особый мир и дух Петербурга. Здесь, на Васильевском острове, происходит действие большинства рассказов Эдуарда Степановича Кочергина, современного русского писателя. Но писателем он стал совсем недавно. Всю жизнь он был художником. Художником театральным, ставил спектакли вместе с Товстоноговым. Хотя и художником он тоже стал не сразу. Этому предшествовала долгая дорога из лагеря в Петербург. А маленьким заключенным он стал в 4 года, когда арестовали его родители. И рисовать учился, рисуя татуировки на телах заключенных, делая из проволоки, профили вождей. В 16 лет он все-таки смог найти мать и вернуться сюда, и жить уже здесь. И вот это его художественное видение мира позволило ему потом писать книги, которые строятся по тем же рисовальным законам. В принципе, каждый человек, наверное, может написать одну книгу. Человек становится писателем уже со второй или с третьей книги. Это не просто рассказанные особым образом байки из жизни 50-х, 40-х годов. Это действительно целая эпоха. А писать о современности оказывается очень трудно, потому что если писатель пишет о прошлом, ну вот он так видит и воспринимает. О будущем вообще никто не знает. А свидетелей современности много. И обязательно будут раздаваться голоса, что все было не так. Но когда читаешь Кочергина, веришь, что все было действительно так. Это такая, в общем-то, документальность. Хотя, конечно же, художественно преображенная. Еще и особенность Кочергина в том, что он пишет удивительным языком. С самого начала он говорил по-польски. И над ним смеялись, поэтому целых два года он молчал и думали, что даже он немой. Но когда заговорил, заговорил на фене, заговорил на языке людей, которые его окружали. Но потом он попадает в художественную школу, и там ему повезло с учителем русского языка и литературы. Она научила его совершенно другой речи. И это была не напомаженная и слащавая, неестественная речь. Это была речь смолянки. И ученики искренне любили ее, а с ним, с этой любовью, впитали и любовь к языку. Поэтому Кочергин так вкусно пишет. Мое знакомство с творчеством Кочергина началось с рассказа «Капитан». Ленинград послевоенный, как эхом войны, наполнен инвалидами, людьми, которых война искалечила, и которые не смогли вернуться к нормальной жизни. Они собирались здесь, на Васильевском острове, в Румянцевском садике, и главенствовал над ними капитан, человек тоже со сломанной судьбой, который пришел коллегой с войны. И единственное, что он застал на пожарище, на пепелище от своего дома, это маленькая черная курочка. И каждое утро он начинает с того, что с этой курочкой обходит все питейные заведения. А в начале 50-х абсолютно сознательно открыли огромное количество распивочных в Петербурге, тогда в Ленинграде, чтобы вот этих непристроенных людей можно было куда-то деть. Он выдрессировал эту курочку и каждый день устраивал представление, за что ему в распивочных и наливали. Но когда он умер, а жил он здесь совсем рядом, на улице Репина, вот вся эта искалеченная братья собралась на этой маленькой улочке, взяла на руки гроб и понесли его до Смоленского кладбища. А там устроили такие пышные похороны, что долго еще рыбка-корюшка не могла прийти в себя. Эта искалеченная братья прощалась с самими собой, прощалась со своей жизнью, потому что очень скоро вот этих никому неудобных, ненужных людей соберут вместе и увезут на другой остров, на Валаам, чтобы они не попадались никому на глаза. Я очень люблю идти по этой улице и искать дом капитана и окна. Про эту улицу знают даже не все петербургцы. Она тайная, спрятанная, потому что Васильевский остров построен по всем законам геометрии, расчерчен на ровные линии, улицы так и называются линии. И они пронумерованы по порядку. Первая, вторая, третья, четвертая. И очень мало кто предполагает, что между первой, например, и второй линией может быть спрятана самая узкая улица Петербурга, улица Репина. Вот здесь-то и жил капитан. И потом его несут к Смоленскому кладбищу через всю эту длинную узкую улицу. А здесь, в маленьких двориках Дмитровского переулка на Васильевском острове, живут шиши. Герои другой книги Эдуарда Кочергина «Завирухи шишова переулка». Шиши – близкие родственники Шишимара и Шишика, которых было известно еще в Древней Руси. Это как домовые, только не в доме, а в целом городе. И они являются его хранителями. Они очень смешные, маленькие, бессмертные. О них рассказывала Васильевской малышне инвалид-художник. Шиши очень любит художников и пародирует их. Рисует себе еду. Они питаются нарисованной едой. Деньги они называют купилки и очень мало придает им значения. Шиши почитают Шишкина своим собственным художником. Так и называют его Шишкин. А когда в Русском музее была выставка в честь юбилея художника, они собрались все вместе и очень громко вздыхали от восторга, приводя в недоумение окружающую публику. Потом говорили, что в Русском музее завелись барабашки. Шиши очень смешные и трогательные. Они устраивают фестивали мыльных пузырей. Они даже пишут обращения к людям. У них девиз «Шиши всех стран – шишуйтесь, объединяйтесь». Они действительно людей пародируют, поэтому, когда в 50-е годы началось повальное увлечение карточными играми, и Шиши с азартом стали играть в карты. Только не на деньги, а на других Шишей. Если Шиш проигрывал, он должен был первого входящего в комнату Шиша выкинуть в окошко. Несчастный ударялся о стену противоположного дома, и обваливалась штукатурка. Мы же знаем, что Шиши бессмертные, поэтому ничего Шишу не было. Зато мы, бродя по старым улицам Петербурга и видя дома с обвалившейся штукатуркой, теперь знаем, что это проделки Шишей. Но пусть они хранят наш город и дальше. Продолжение следует...